Прошло почти три десятилетия с того момента, когда последние соединения 40-й общевойсковой армии покинули территорию Афганистана. Военное присутствие в этой стране было вынужденным ответом на угрозу южным границам Советского Союза. Афганская война стала очередным подтверждением того, что наш солдат – лучший в мире. И по подготовке, и по силе боевого духа. Про Афганистан снято много фильмов, но теме этой, очевидно, никогда не суждено быть исчерпанной до конца. Очередной документальный сериал, в котором снимается «Наш земляк», воин-интернационалист Ренат Шафиков, яркое тому подтверждение. Снялся в двух съемках на киностудии «Мосфильм». Фильм называется «Афганская война» 1979-1989 год. Я там один из тех участников, которые рассказывают один из видов боевых действий, то же самое, горная подготовка, как мы с солдатами жили, общались, как с местными жителями жили, общались, как мы вошли в Афганистан. Орден мужества, медали за отвагу и за боевые заслуги. Бывшему спецназовцу ГРУ есть о чем рассказать. Про службу в разведроте, про горные переходы с полной боевой выкладкой, про то, как с товарищами в засадах сидел и в засады попадал. У режиссера фильма Игоря Липина тоже есть свой личный мотив заниматься этим материалом. Многие выпускники его вуза ушли на афганскую войну техническими специалистами. И не все вернулись назад. Главная мысль этого фильма о том, что Афганистан стал страной, в которой столкнулись три идеологии. Это идеология капитализма, социализма и религиозная исламская идеология. Объективно рассказывается о ситуации в мире предшествующей этой войне, о причинах этой войны, течении этой войны и завершении. Именно заигрывание западных государств с некоторыми религиозными течениями и привело к тому, что Афганистан не может успокоиться до сих пор. Автором сценария документальной ленты стал генерал-лейтенант ФСБ, доктор исторических наук Василий Степанович Христофоров. И это, так же как и свидетельство очевидцев и непосредственных участников боевых действий, является главной гарантией того, что фильм станет одной из наиболее достоверных картин об афганском десятилетии. Петр Горохов, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.